Продолжаю серию партий на Часком. Играю с мастером Фиде из Ирана, насколько я понимаю. Ж3. Да, это иранский шахматист. У нас защита Бинони. Е4 здесь хожу, жертвую пешку сразу. Слон Ж2. Так, ферзь вышел на Е7. Интересный вариант. Могу пойти конь Е2. Могу слон Е3, могу ферзь Е2 вообще. За что я пожертвовал пешку? Ну, за то, чтобы ферзевый фланг просто встал здесь у черных. Чтобы он не успел нормально развиться. И где-то, может быть, Д6 я еще протолкну. В удобный для момента. Но вот соперник сразу лишает мне этой возможности. Ну, вместо этого я хочу ладья Е1. На скорости просто выиграть вот этого коня, как минимум. Наглая такая цель у меня, конечно. Сразу выиграть коня. Но, тем не менее, пытаюсь. Мне кажется, проблему по дебюту здесь я ему создаю. То есть, за счет жертвы пешки. Подвязал фигуры. И как он будет спасать коня. Сейчас, может быть, мы это увидим. Как соперник выкручивается из сложившихся таких ситуаций. Конь с Е на С3. Просто гаражу взять. Сразу же. Не откладывая это дело в долгий ящик. Если ходится конь Ф6, я так же забираю. Предугадал я его ход. Кстати, мне кажется, могу сразу сыграть Ф3. Не выиграю ли я таким образом коня? Конь С3. Просто ладья Е7 лишний ферзь. Ну, а почему бы нет? Когда мы отказывались от лишней фигуры. Мне кажется, соперник здесь запутался в дебюте. Попался просто на такую известную жертву пешки. В защите Бенони. И остаюсь я здесь с лишним материалом. Беру ФЕ. Еще хочу где-то прошерстить позицию его короля. У него всего лишь пешка за фигурой. И играю здесь Ферзь Д4. Пытаюсь еще куда-то сюда прицепиться. Мне кажется, здесь никаких шансов у него быть не должно. Играю А4. На взрыв позиции. И просто сдается. Вот так вот за 2 минуты удалось в 16 ходов обыграть соперника. Вот такой вот мини-ролик получился. Дебютная катастрофа.